Оказывается, отправляя письмо, нужно быть осторожным и внимательным. И вот почему Ирина. Казалось бы, обычный конверт, обычная почтовая марка, но все это может оказаться поддельным. Выставка с такими экспонатами заработала на главпочтамте. Фальсификатом отведено несколько стендов. Большая часть коллекции пополнилась в период с начала 90-х по 2000-й. По словам автора экспозиции, это самое плодотворное время подделок. На каких-то категорий отправителей затруднительно приобретать. Знаки почтовой оплаты, например, те, которые находятся в местах лишения свободы. Для других категорий граждан это просто развлечение такое, способ кого-то обмануть. Но бывают и профессиональные подделки, которые пускаются огромными тиражами, миллионными тиражами. И они как раз направлены на извлечение очень большой прибыли. На выставке можно увидеть почтовые карточки и конверты, которые были подделаны при помощи самых разных способов. Самое часто встречающееся – исправление цены. А вот этот экспонат – настоящая находка. Это письмо пытались отправить из Вологодской области. На месте настоящей марки изображение, нарисованное обычной шариковой ручкой. Сейчас поддельные знаки почтовой оплаты встречаются все реже. Все потому, что вводятся новые уровни защиты. Например, водяные знаки на конвертах, а также усложнилось и производство марок. Но специалисты предупреждают, если вы хотите, чтобы ваше письмо точно дошло до адресата, приобретайте продукцию в специализированных магазинах. Ирина. Продолжение следует... Ну, вторая – у меня. Ирина. Пишка на канал. Они не teachings louder – это, в Ranger. Ирина, для них, это для этого – у нас, в трёх. Ирина – у дытожница, и в定ом стране.